Итак, это, естественно, Arc Survival. Мы с вами продолжаем. Естественно, модификация Primal Fear. Если вы не следили за записями в сообществе, я заболел, у меня болело горло. Из-за этого я не мог толком ничего записывать. Немножечко записывал Minecraft, там об этом сказал. Но если вы его не смотрите, то вы, естественно, не могли об этом знать. В общем, мы с вами продолжаем. У нас на очереди с вами остались Тир 6 босса, если не ошибаюсь. Здесь 7 тиров, то есть это предпоследние. А именно колоссы. Вот эти вот. Я все собрал на них. То есть у нас с вами есть и кровь. Артефактов мало. На одного хватит. И Destroyer Souls. А, душ Destroyer у нас с вами мало. Подожди. Destroyer. Нет, нету здесь такой, да? Соответственно, нам с вами нужно будет еще Destroyer убить. А Destroyer это, естественно, Тир 5. То есть на Тир 5 посмотрим, что у нас есть. Потому что я, честно говоря, вот это что-то как-то промухал. Вот, нам нужно будет новую убить. То есть понадобится еще императрицу убить. Это на самом деле просто. Они для нас не представляют никакой угрозы. Но у нас на самом деле наконец-то на карте появился следствия Грифон. Я уже через поисковик его нашел и выбрал. Просто скрыл эту надпись, естественно. Так вот, я предлагаю сейчас быстренько приручить его, потому что я его очень давно жду. Так что летим туда к Грифону. Попытаемся усыпить. Гиблы у меня с собой есть. Все есть. Стрелы должны убирать голод сами. Ну-ка, 240 метров. Я что-то не понимаю. А, вон он сидит. Все хорошо вижу. Давай-ка мы тебя отсюда уберем. От греха подальше. Потому что ты суперкрут. На самом деле, спасибо. Это прям вот действительно очень полезное существо. На нем реально можно очень быстро куда-то добираться. Ну что? Не ожидал, что я так буду много его использовать. Нам с вами как-нибудь нужно... Ух, классный звук. Как-нибудь нужно поймать момент и попасть в него. Вот так вот. Хорошо, летим. Лети, я сказал. Ай, нет. Бери из рук. Все. Чешем, чешем, чешем. Фух. Нормально. Нормально. Он не догонит. Он пытается. Он пытается это сделать. А-а-а. Он меня догнал. Малорик какой. А, слушай, какой он быстрый. Обалдеть. Ну, я думаю, если бы я сразу убрал из рук лук, может быть, я и смог как-то от него убежать. Но, на самом деле, это не важно. Сейчас мы тогда с вами вернемся и, естественно, его приручим. Ну, да. Вот такие полеты, конечно, при помощи костюма, они довольно-таки быстрые, но медленнее, чем Рудольф, раза в три. То есть, Рудольф гораздо быстрее. Сейчас я быстренько где-нибудь приземлюсь. Ну, посмотри на это. Если не ошибаюсь, это было где-то здесь. Сейчас аккуратненько. Чтобы его не потерять. Прикольно. Шипастик демонический. Маленький. Спокойно. Вот он, он нашел. Сейчас уснет, все хорошо. Рядом вроде никого агрессивного нету. Мы с вами просто идем приручать. Два кибла нужно, да? Ну, я сделал четыре на всякие пожарные. Так, честно говоря, так вышло. Так просто вышло. Все, отлично у нас появляется. Наконец-то у нас появляется Слестил Грифон. И это не просто Слестил Грифон. Мы его с вами можем еще спокойно улучшить сейчас. То есть, сначала протестируем в обычном состоянии, а потом улучшим. Правда, нужно будет еще седло на тебя сделать. Ты там только, пожалуйста, не засыпай, а? Что-то на тебя как-то очень жестко это подействовало. Давайте сейчас уберем оглушение таким образом. В общем, 744 тысячи здоровья. Что на самом деле не так много, как хотелось бы. Но мы сейчас это подкачаем. 100 тысяч непрокаченный. И это круто. То есть, у демоника сейчас 500. Подожди, дружище. Мы тебя, наверное, сразу вкачаем. Вот это выкинем. Где бутылочка? Держи. Где-то миллион, 2 миллиона здоровья. Я думаю, этого достаточно. Так. У тебя сейчас... Я не знаю уже, ты забаговался или нет. Да, ты забаговался. Это досадно. Ну, значит, будем так лечить. Ну что, достанем? 300. А что это такое в воздухе? Подожди. Это Феникс, что ли? Или какая-то птаха уже забитая здесь? Не знаю, сложно сказать. Что-то заглючило в воздухе. Ну, в общем, да. Он на самом деле неплох, но... Я надеялся, что будет еще сильнее. То есть, таким образом, немножечко кожи с вами собрали. Но это ерунда. О, подожди, канатам разобьем сейчас. Давай посмотрим, какие у тебя есть умения. Правой клавиши мыши. На правой клавиши мыши выдох, который довольно-таки далеко бьет на самом деле. Клавиши С. Прикольно. Это уберем. Так, это нужно все-таки прицельно как-то делать, да? У тебя выносливости нету. А выносливость у тебя заканчивается из-за этих умений, наверное, так быстро. Или, может быть, потому что... Нет, я же тебя восстанавливал, выносливость. Камон. То есть, вот этот выстрел, он жрет прям очень много выносливости, что ли? Да нет, вроде нормально. Оставляет лужу. Хорошо, лужа будет наносить урон. Клавиши Х. Кантрл. Оу. Кантрл С. А, да точно зарядить тебя нужно. Че это я? 480 тысяч. Это гуд. Это мне нравится. Скорость передвижения не очень быстрая. То есть, видите, у него такие тягучие-тягучие пролеты. Нужно было, наверное, скорость передвижения немножко качнуть. Потому что из-за таких пролетов я, кстати, даже ударить не могу. Так, ладно, подожди. А, выносливость опять. В общем, выносливость у тебя заканчивается, дружище, на раз. Ладно, это сейчас мы исправим. Вот это умение хорошее. Ха-ха. И тебя самого собственная лужа останавливает. Это на самом деле недоработка. Так вот, у меня есть вот такая штукенция для него. Этому у тебя забираем. Так, прожимать ничего не нужно. Постой. Мы с тебя слезаем. Выбираем вот здесь вот асцент. И давай эволюционируйся. Ух. Мне нравится эта раскраска такая сверкающая. Блин, прикольно сделано. Переливы с белого на семи. И по идее я тебя могу по новой раскачивать, да? У тебя стало 992 тысячи здоровья. Что на самом деле не намного лучше, чем было. Немножко стал побыстрее. Чуть-чуточку. Я все-таки в этот раз, скорее всего, качану немножко ему скорость передвижения. Выносливость. Видите, как выносливость заканчивается. Почему так? А чего с выносливостью-то? Да, понятно. Скорее всего, я не мог бить из-за того, что абсолютно не было выносливости. То есть тебя нужно постоянно держать на бутылках. Без скорости передвижения ты нафиг не упал. Давай, пускай будет вот так вот. 2 миллиона 200. Еще немножко выносливости, потому что это трындец. И качаем урон. Вот, посмотрим на него улучшенному. Что он теперь может делать? Кстати, я не знаю, успел ты забаговаться или нет. Прожмем. Успел, успел забаговаться. Отлично. Он там уже все схамячил. Голос еще может немножко хрипеть. Но, на самом деле, за то уже горло не молит. То есть я могу разговаривать спокойно. У меня нету боли. Потому что до этого я мог говорить 15 минут. И дальше мне нужно было час отдыхать. Во! Вот так уже приятнее. Гораздо приятнее. Потому что он хотя бы летит. До этого он нифига не летел. Так. Смотрим. Здоровье, да? Ну ладно, фигня. Врубаем усиление. Ну, кого-нибудь. Миллион 170. Это хорошо. Обычные удары даже какие. Смотри, а. 298. Правой клавиши мыши. В каком-нибудь выстреле. А, это выдох. Выдох, выдох. Стало в три раза сильнее, да? Было 20 тысяч. Стало 78. Опа. Прикол. Ты кто такой? Фэбл. Упс, я в коконе. Беда. А что, он тебе не работает, да? А на него не работает нифига, прикинь. Сейчас меня ушатает к чертовой матери здесь. Да не, не должен, не должен. Нормально все будет. Давай взлетай. Взлетай, взлетай, взлетай. Еще раз выстрелим туда. Оно очень, как бы, низко приземлилось. А на него не работает. Ну и вот ты хотя бы его останавливай. И то, слава богу. Ладно, просто на него не работает почему-то. Клавиши X. Control. Оу. Там нет, нет никаких, да? R. Ничего нету, никаких ударов. Но, в принципе, и так неплохо. Да, действительно, этот грифон становится гораздо лучше после того, как его усиляешь. И вот этих Ascendant, Descendant нужно прям очень много вещей. Потому что хотелось бы каждого протестировать. Там, Рекса какого-нибудь. Может быть, даже этим займемся. Потому что, возможно, сегодня колосс нам нападаст. Нам придется, не знаю, там, приручать каких-то существ, улучшать их. Смотреть, кто из них сможет с ним справиться. Потому что я еще даже не видел, что он из себя представляет. Но, предполагаю, судя по остальным существам, что у него будут вот такие вот выдохи, плевки. Которые будут женщине наносить очень много урона. И, возможно, мы с вами сегодня пару раз умрем и даже не пройдем его. То есть, я уже к этому готов. Я к этому готов заранее. Еще с того момента, как сил записывать этот выпуск. Так, летим с вами домой. У него закончилась энергия. То есть, если мы с вами приручим самочку, скрестим их. И самочку нужно приручать, чтобы у него было побольше выносливости. Скрещивать так, чтобы у них получился детеныш с выносливостью самочки. Это будет совершенно другой разговор. И следующий момент, который я хотел протестировать. Это, естественно, на демонике использовать десцент альтем. То есть, тоже его усилить. Ну-ка, давай-ка вот туда. Обычный, да, вот где-то там по 160 тысяч, что-то такое. И давайте его улучшать. Посмотрим, что из этого получится. Седло, отдай, седло, отдай, седло. Успел. Я успел забрать седло. Ух, красавица. Ты смотри какой. Хорошо, что седло забрал. Чуть было не лоханулся сейчас. Предлагаю телепортнуться... Куда? В последнюю точку. Я не помню, откуда мы на самом деле телепортились. Посмотрим сейчас. Где-то в небе были. А, нет, были в пустыне. Но ты посмотри, какой он классный стал. Просто огонь. А, прикольно. Кстати, а червей нету? Я заметил, что совершенно нету червей. Почему-то не спаунится. Обычно на этой карте есть черви, но не в этот раз. Может быть, что-то изменили. Может быть, что-то убрали. Ну-ка, клавишка отключаем. Ну, стреляй. Это фигня. Это слишком далеко было. Обычный укус. 37 тысяч. 110 тысяч непрокаченный. Вот это на самом деле круто. Чем он хорош? Тем, что вот стреляешь, например, туда вот по богомолам. И вот эти взрывы сразу собирают ресурсы. То есть и полимеры, и хитины. Вот именно так можно фармить на нем. Давай, наверное, сразу прокачиваем. Не будем тормозить. Бутылочки еще где-то такие есть. Их довольно-таки много. У тебя сходу 2 миллиона 700. Ну, то есть 5 миллионов. А там, если босс убьет, то убьет. Вот тут ничего не поделаешь. У тебя как дела с этим? Ты тоже уже забаговался. Понятно, ладно. Лечим таким образом. Нужно немножко качнуть скорость передвижения. Он прям очень медленный. Это... Вот я помню, даже с боссом были проблемы. Я не мог убежать от нее никак. То есть из-за того, что такая скорость была. Но это уже хотя бы хоть что-то. Чуть-чуть получше. Выносливость трогать не нужно, потому что ее 550 тысяч. Почему такого грифона мало, я не понимаю. Может быть специально, чтобы не абьюзили. Потому что он очень сильный. И чего там? Злой зверь, блин. 119 с укуса. Все лучи здесь абсолютно стандартные. В них ничего интересного нету. Давай еще. Ну, пробуем. 330. То есть вот этот звереныш, он уже становится действительно серьезной силой. Смотри. У нас с тобой там... Какая альфа, да? 420 тысяч. Да уж. Это весело. А что вы меня преследуете? Так брысь отсюда. Мне особенно взрывы вот эти нравятся. Какая анимация классная. Я, кстати, за все выживание так ни разу и не заглянул. Ты обычная? Ну такая, да, альфа. Так вот, ни разу не заглянул вот туда внутрь. А там же виверны должны быть. Может быть там какие-нибудь спириты есть. Или, я не знаю, хаос виверны. Пойдемте глянем. Мало ли что там водится. Может чем-нибудь классное зацепим. В смысле... А, ну да, понятно. Это стандартные. Бум. Ядовитый может нас вынести. Нужно быть немножко аккуратнее, потому что плевок может убить. Не должен. У нас вроде хорошая броня. Мы должны выдержать. Любой плевок обычный виверный. Но чем черт не шутит, как говорится. И вот у меня есть такое ощущение, что... Я же все-таки играл в... Праймал Фир когда-то. И скорее всего играл так же на этой карте. Ух, прикольно. Только зря это собрал. Так вот, скорее всего играл на этой же карте. У меня такое ощущение, что я спиритов и хаосов именно где-то здесь тогда ловил. А в этот раз никого нет. Так. Дода Виверна хаоса 20. Ну, неплохо так прошлась. Но она слабенькая, конечно. Маленькая слабенькая. У меня тут застрял немножко. Ну, в общем, это действительно очень мощное, очень хорошее улучшение. Которое делает всех существ сильнее всех, кроме, например, Селестил Императора. То есть, Император, оно не усиляет. Это, на самом деле, немножко досадно. А, да, кстати. Тебя нужно теперь сделать новый трекер, потому что ты стал другим существом. Все верно. Все. Вот тебе трекер. Пока что сидишь здесь, не следуешь. Ты на атаке. Ну, я атакую. Хорошо. Если кто-то прилетит, будешь защищать. Я без понятия, как нам с вами сражаться с этими... С этими гадами, вот этими боссами Тир-6. И какого мы с вами выберем? Точно не ядовитого, абсолютно точно. Электрический может нас скидывать седла. Ледяной замораживать. То есть, мне кажется, самым простым, скорее всего, будет Огненный. Без понятия. Давайте пробовать. Я могу сейчас, на самом деле, жестко ошибиться. Он окажется самым сильным. А вот это будет досадно. Я даже не знаю, на ком мы будем с ним сражаться. Потому что... Вот у меня, например, есть на пекончика седлышко на 1100 брони. То есть, я, видимо, подобрал его с одного из пекона предыдущего, да? И просто не обратил внимания, что оно у меня есть. Но и сейчас, вроде, в пеконе довольно-таки хорошее седло. Я думаю, что на пеконе можно попытаться пару ударов по нему нанести. Почему бы нет? Правда, он может скидывать седла. А! То есть, на пекона седла выпадают вот только в путь. Вот такие вот по тысяче брони, да? То есть, окей, договорились. Но проблем. Из-за того, что в нем не было никакой еды, скорее всего, он не забаговавшийся. Но давайте с вами отлетим подальше. Кстати, пекон все-таки довольно-таки быстрый. Потому что это так кажется, что он медлительный. Но из-за того, что такая огромная текстура, мы с вами просто преодолеваем просто супер большие расстояния. Каждую секунду. Ну, естественно, естественно, он медленноватый по сравнению с Грифоном или Рудольфом. Но я имею в виду, по сравнению с тем же Аргентависом, он примерно на такой же скорости. Я думаю, что мы с вами отправимся убивать колосса куда-нибудь вот туда, в снежные биомы. Потому что холода здесь как такового нету, это раз. А во-вторых, нужно как можно дальше от базы держаться. Он, скорее всего, будет огромным. Будет бродить, ходить. И не дай бог, он придет на мою базу и все вынесет там. Я не хочу все переигрывать с самого начала и загружать какие-то старые сейвы. То есть будем, естественно, вот здесь вот с вами сражаться. В принципе, вот прямо посреди этого озера где-нибудь на острове его призовем. И вот это вот место, вот эта вот поляна будет местом нашей битвы. Там я вижу еще спинозавр появился. Давай вынесем его. Вынесем, ага, сказал я. Забыв про то, что у нас очень мало урона. То есть по цели вот такой вот единичный урон у нас очень слабенький. Да. Но стреляю еще раз. Включим дождь. Я замучаюсь так выносить. В этом плане Пекун очень слаб. Пекун он танк. У него большое количество здоровья. Хорошие седла, но урон у него вообще никакой. То есть это вот должен какой-то игрок сидеть на Пеконе, чтобы можно было его подлечивать. Скорее всего так и задумано. А другие игроки будут при помощи других боссов или еще кого-то сражаться, естественно, с колоссами, финальными боссами. И таким образом уже их забивать. Тихо падать не нужно. Вот, а по-другому это просто, просто нереально, мне кажется. Ну что? Let the battle begin. Ах, черт. Мне немножко страшновато. Где ты? Эй. Мы вылетелись. Да, понятно. Три миллиарда. Три миллиарда. Я сто миллионов сбить не могу. Мне тут предлагают три миллиарда пробить ему. Ладно, я промазал. Хорошо, он на земле. Он прогрузился наконец-то, потому что текстура забаговалась. Ну. Стреляй в него. Воу. Слушай, а если я просто подлечу, не атакую, ты сагришься на меня, а? Скажи мне. Да, он сагрин, но он уже сагрин. Ну давай. Нормально. Про ним проходит урон. Мне кажется, я всех приземлил. Что-то ко мне летит, я не понимаю, что он призвал, честно говоря. А, огненные грифоны и миньоны. Хорошо. Да, мы их просто уничтожаем. Ему, мне кажется, вообще ничего не сбили. Взрываем их, чертовой матери. У нас очень хорошая броня. Они ничего сделать не могут. Клавиша С. Взорви вокруг себя. Давай Иксом. Он ударил. Ударил больно. Неприятно. Я вижу здоровье так немножечко... Немножечко проседает. Но мы держимся, все хорошо. Я не могу тебя так лечить. Я могу вот так тебя подлечить. Хорошо. Клавиша Р. Ударчик на 3 миллиона. У нас приземлил. Гаси всех. Просто гаси всех. Ну давай. Давай Пикон, давай. Давай Икс. Стреляй. А, там еще этот самый. Там еще Ориджин. Мы живемся в порядке. Давай, ударь Ориджина. Хорошо, 7 миллионов. Неплохо. А слушай, по Ориджину-то смотри, как идет. То есть, по спинозавру. До этого я не мог наносить урон, скорее всего, из-за того, что... Стреляй. Из-за того, что с кем-то мы там с вами сражались. Он был очень маленький, я не попадал. А сейчас-то я попадаю, да? Но не каждый раз. Вот, сейчас попадаю. Хорошо. Правой клавиша мыши. Пробел. Плевать. Икс. Стреляй же, стреляй, стреляй, стреляй. Клавиша С. Давай, давай, бей их. Просто нужно забивать. Спинозавру сбили всего-навсего 60 миллионов. А, 100 миллионов почти сбили. Хорошо, нет, вижу, вижу, вижу. Что-то я не туда посмотрел. Слушай, а вот эти 3 миллиона 800, это, случайно, не по колоссу идет, нет? Вроде по колоссу удар. Давай, иксом. То есть, я где-то 100 миллионов сбил с колосса. Ну, примерно. Вау. Это, это будет, конечно, долгая битва, но это реально. Вот, 7 миллионов по оригину, 3 миллиона по колоссу. Естественно, мы можем постоянно обновлять икс. Что-то он как-то немножко затормозился. Но я заметил тот босс и даже вот тот же Пикон, он тоже не каждый раз наносил выстрелы свои. Не каждый раз эти удара бил. Кстати, хвостом даже мне ни разу не ударил. Вот если бы, я думаю, он меня ударил хвостом, он бы абсолютно точно убил. Давай. Ну-ка, пробел. Давай, дождь. Че ты его не запускаешь? Нет, не запускают он нифига. То, что фаер-колосс в коконе, это плевать абсолютно. Нужно тебя добить, ты мне мешаешься здесь. Да и просто душу собрать. Выстрелим. Хорош. Добивай, пожалуйста. 7 миллионов. Давай еще. Еще семерочка. Все. Этот умер. Вух, вух, вух. А что произошло-то? Это сейчас как так? Это потому, что мы плавали, что ли, или что? Нет, стоп, подожди. Я от третьего лица, видимо. Нет, я не от третьего лица. Я падаю, лечу. Или что со мной происходит? Я не понимаю. Видели, тиранозавра вынесло. Я не понимаю, что происходит, ребят. Я не могу повернуться. Ну, давай. На разворот, пекончик. Давай. Это у тебя такой радиус разворота, что ли? Что-то случилось. Я не очень понимаю, чего. Он как-то супер быстро летает. Ты падаешь, что ли? У меня, походу, он просто... Да, он просто заключил. Все хорошо. Короче, знаете, что произошло? Нас, походу, взяло в кокон или что-то типа того. И пекон теперь ходит. Он заглючил, и он теперь ходит. Вот сейчас мы с вами не идем. Это мы с вами падаем. Это мы даже не летим. Вот, он ходит по земле, видите? Офигеть. И он какой-то прям безумно быстрый. Слушай, а если я тебя немножечко попытаюсь обглючить вот таким вот образом? Давай. Сейчас делаем трекер. Положим в тебя, потому что это вообще трындец. Это, друг, мы не дело. Это не дело. Давай. Теперь призываем тебя. Не вижу мышку. Секунду. Теперь призываем тебя. Может быть так отглючишь. Во, есть, он полетел. Все хорошо. Это было забавно сейчас. Я не знал, что он такое может делать. Но я говорю, что это вот просто заглюк. Интересно. Интересно. Почему так? Почему он именно ходил? Он даже не плавал сейчас. Он именно шел по суше. Блин, вот это вот загадка. Потому что, что там использовано в базисе вот этого существа? Почему он ходить может? Где у него там ноги? Вот это на самом деле непонятно. Ну что, мы в принципе сбили ему какое-то количество здоровья. 100 миллионов. Не 100 миллионов. Я не знаю. Может быть миллионов 40. Ну вот сейчас мы посмотрим. Как только будет 2.9, это значит соточка сбита. Стреляй, пожалуйста. Я тебя прошу, стреляй. Нормуль. И бьем. Вот, видишь, он нас приземляет. И после этого мы начинаем ходить. Мы просто ходим. Гонечек тут какой-то неприятный. Но это все фигня. Бам. Нормально вынесли, нормально. Стреляй в него. Огонь нас особо не жгет. Пекон держит удар. Благодаря нашему седлу абсолютно точно. Ну и седло, естественно, мы не крафтили. Нам оно просто выпало с предыдущего пекона. Я жду, когда будет 2.9 миллиарда. То есть, это означает, что мы с вами сбили абсолютно точно 100 миллионов. Пока что еще 3 миллиарда 100. Чтобы просто посмотреть, насколько длинным будет битва. Потому что, видимо, битва будет супер длинная. Он не может двигаться. То есть, колосс. Потому что сам попадает как раз в наш, как он называется, кокон. Плюс наши удары постоянно его оглушают. Вот, 2 миллиарда 900. Ху-ху. В общем, это будет ультра-долгая битва. Я думаю, где-то буду его часика-полтора, скорее всего, ковырять. Что-то типа того. Я сейчас, наверное, просто здесь секу. Увидимся с вами, когда я буду его добивать. Потому что, сами понимаете... В принципе... Чё? А, праймл кентрозавр повержен. Я подумал, колосс. Господи, нет, кентрозавр. Потому что, сами понимаете, ничего особо интересного в этом не будет. Потому что я просто буду стоять и вот таким образом калашматить его. Но это, на самом деле, классно. Мне безумно нравится. Вы знаете, я тут так подумал. А как я могу ускорить эту битву? А я же могу, на самом деле, сюда призвать своих существ. То есть, предположим, это будет императрица или ещё кто-нибудь. Это будет... Слесил спина. Спокойно. Дальше. Нитролитет. Садимся. Бьём. Плохая идея. Давай призовём ещё кого-нибудь. Ну, давай, атакуй его. Хорош. Отлично, отлично, отлично. Атакуй. Во, другое дело. Сейчас нужно ещё кого-то призвать. Я просто не успеваю призвать, на самом деле. Призвал Нову. Нормально, нормально, нормально. Нову, помогай. Во, другое дело. Вот это я понимаю. Сейчас разимся. Сейчас урончик пойдёт, всё будет окей. Стреляем, помогаем Нове. Оглушаем его. Дальше. Да что б тебе пусто было, не то нажимаю. Какой моя цель? Гаси, 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 гада. Только меня не толкай. Ну, кинь под него свой огонёк, давай. Чё-то она как-то немножко подзатупила, да? Давай, атаковать эту цель. Во! Вот это я понимаю. Вот этот урон пошёл. Миллиард сбили. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот это мне нравится. Вот сейчас хорошо видно, как Нову пробивает его. Тихо, тихо, тихо. Стоять на месте. Как просто миллионы с него вычитает. Обалдеец. Жалко, что она тоже меня толкает из-за этого. Иногда у меня сбиваются удары. Тихо, бьём. Бьём, гада, бьём. Не даём ему отходить. Отлично, ещё выстрел. Это хорошо, что мне пришло в голову всех их призвать. Они реально помогают, потому что иначе бы это была бы супердлинная битва. А так всего заняло, ну, минут 15, наверное. Что-то типа того. Не отстоять, сказал. Добивай его. Добивай. Просто добивай. Она меня оттолкнула своим дурацким хвостом. Видите, поднимает постоянно меня. Он уже почти умер. Мне просто нельзя дать ему выдохнуть. Иначе он её убьёт. Оглушаем. Иначе он её просто убьёт. Сейчас добить и всё. Давай. Всё нормально. Спина заврумер. Не страшно. Он был неусиленный, и седло у него было слабовато. Всё. Голос повержен. Выдохнем, спасём их. Отлично. Есть. Фух. Я в последний момент начал думать, что у нас не получится. Мы получаем его медальон. У нас, ну там, появляется ещё парочка чертежей, которые абсолютно не нужны. У нас появляется ещё парочка чертежей, которые абсолютно не нужны. Я сказал, что, в принципе, мне легко будет говорить. Но я думаю, что слышно, что сложновато. Сейчас уже начинает горло садиться. Но самое главное, что мы это сделали. У нас с вами первый колосс повержен. И, как показала практика, это на самом деле не так сложно. Ребята, как у вас дела? Вот её немножко пробило. У шипастого дракона неплохо. Я так думаю, что есть резон ещё существ таких себе заиметь. Потому что они-то нам будут помогать как раз в битвах с другими колоссами. Ну, хотя бы ещё одну новую попытаться. Нам же всё равно понадобится... Нам понадобится с неё эта самая душа. То есть нам по-любому придётся сразиться с ещё одной новой, чтобы можно было... А, чёрт, не получается. Так вот, придётся сразиться с ещё одной новой, чтобы можно было призвать следующего колосса. А что мы делаем? Мы, наверное, делаем вот так вот. Мне нужно будет хилок скрафтить. Прожимаем тебе. И прямо сейчас просто отправляемся домой. Предлагаю эти битвы следующие переносить на следующий выпуск. Просто потому что сейчас очень сложно разговаривать. Мне с каждым днём становится всё лучше и лучше. Легче-легче будет записывать. На этом пока что всё. Но всё равно мы с вами сегодня очень много всего сделали. Убили первого колосса. Протестировали улучшенных Селестиалов, улучшенных Демоников. Наконец-то приручили Грифона. И это очень важно, потому что... Мне очень интересно было посмотреть, насколько он сильный. И как показала практика, он прикольный. Но из-за того, что у него очень мало выносливости... Нужно было ещё Императора призвать, на самом деле. Из-за того, что у него очень мало выносливости... Соответственно, сражаться на нём практически невозможно. На этом пока что всё. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok